здравствуйте дорогие друзья в эфире 1 мед. т.в. и мы начинаем цикл новых программ которые посвящены лабораторной диагностике в студии сегодня я павел брандт и мне будет помогать я надеюсь что не только сегодня но и в принципе дальше по циклу этих программ анна петровна сафонова директор по продуктовой политики лаборатории лаб квест здравствуйте здравствуйте анна сегодня у нас такая вводная программа и наверное для того чтобы нашим зрителям слушателям докторам которые нас смотрят было понятно о чем мы будем говорить я хотел бы наверное задать вообще такой вот самый наверное необходимый вопрос в начале нового цикла лабораторная диагностика в россии она где она на каком этапе она хороша плоха она начинается она такая же как в развитых странах или она такая же как в африке мы где находимся вообще с точки зрения лабораторной диагностики ну с точки зрения лабораторной диагностики я считаю что россия вот как показа как показала нынешняя эпидемия ковид находится на высоком уровне потому что самое главное она доступна Она есть в самых разнообразных вариантах. Это как и коммерческих, так и бюджетных. Но доступна и та, и другая. Что касается качества лабораторных услуг, то оно однозначно не хуже, чем в европейских странах или в Америке. Другой вопрос, что если подходы к лабораторной диагностике в коммерческом плане не так разнообразны, как у нас, потому что основная задача лабораторная диагностика должна входить в стандарты оказания медицинской помощи. У нас этих вариаций гораздо больше. Есть большая группа медицинских, так и немедицинских услуг, скажем так, развлекательных, как, например, развлекательная генетика, развлекательные витамины. Я бы сказала, тоже такой вариант. А там все-таки подход, мне кажется, больше идет как именно по назначению врача и в рамках оказания медицинской помощи. Хорошо. У нас действительно есть сейчас большая доступность лабораторных услуг, но это мы говорим про Москву, там, условно, Санкт-Петербург. То есть, в Москве я, выходя из дома, вытыкаюсь в какую-то лабораторию, да. Их реально там, ну, минимум 3-4 из крупных сетей, еще парочку мелких, вот они прямо около дома, да. То есть, я вышел, захотел сдать анализ, пошел и сдал. Действительно ли есть такая потребность сейчас у населения в лабораторной диагностике? То есть, вот это вот вопрос, который меня все время беспокоит. Я думаю, кто же эти все люди, которые ходят сдавать вот эти анализы? При том, что, ну, приходя в поликлинику, ты сдаешь часто анализы в поликлинике. В частной клинике, в частной клинике, в больнице, в больнице. Но, тем не менее, у каждого подъезда 2-3-4 лабораторных пункта приема анализов существует. Они должны платить аренду. Я понимаю, что это бизнес, это не просто так. Если они должны платить аренду, значит, они должны каким-то образом зарабатывать. Неужели это так востребовано? Ну, если их открывают в каждом доме, то, наверное, это востребовано. Но надо тоже понимать, что, как бы, если речь идет вот именно о финансовой составляющей, о поддержании вот этого всего, то только на лабораторных анализах заработать невозможно. Потому что должен быть либо врач, который консультирует, рекомендует их, да, эти анализы, и они сдают в этом кабинете, вот по аналогии, как это происходит в платных, например, больницах, или, ну, в государственных больницах, первый вариант. Второй вариант – это люди обращаются за какими-то диагностическими услугами, медицинскими, то есть не лабораторными, как там УЗИ, ЭКГ, вот такого вот плана. В противном случае, вот только на одних лабораторных анализах, надеюсь, что тебе кто-то зайдет, ну, вот просто сдать, тут как бы особенный бизнес не построишь. Ну, как я сейчас это вижу, вот я просто не очень понимаю, там, например, три года назад смысл такого количества лабораторных пунктов приема анализов, но сегодня с развитием так называемой телемедицины, да, в том или ином формате, действительно появляется необходимость в том, чтобы доктор посмотрел дистанционно, вынес свое невероятно важное суждение и сказал, вот для того, чтобы нам определиться дальше, нам куда двигаться, нам надо сдать это, это, это и это, да, тогда пациент может спуститься на лифте, зайти за угол и сдать все, что необходимо, получить анализы на почту, отправить доктору, который их назначил, вообще сервис пришел к людям, да, то есть анализы пришли к людям, не люди к анализам, а анализам, помните там еще там, я не знаю, 10 лет назад в поликлинике в две недели ждали анализ крови, да, и сейчас мы можем его получить там тем же вечером на почту без каких-либо проблем, а иногда даже через два часа, да, вот теперь мне стало более-менее понятно, зачем, вот сейчас как это было, как это было 3-5 лет назад, я не понимаю, сейчас это стало легче, но, кстати говоря, не все знают, я вот хотел бы сейчас этот момент сразу проговорить о том, что лаборатории, как лаборатории, в том месте, где принимают анализы, на самом деле нет. Да, естественно. И вот это надо, мне кажется, тоже обязательно, потому что мне недавно доктор сказал, что вот у меня рядом с домом лаборатория, я прихожу туда, сдаю анализы, и там у них, видимо, где-то в подвале лабораторный комплекс, потому что мне так быстро к вечеру приходят анализы, доктор мне рассказывал. Я пытался ей объяснить, что это не совсем так, и в этих лабораториях нету лаборатории, вот как это выглядит на самом деле, где лаборатория? Не у всех лабораторий, где есть лаборатория, есть пункт приема анализов. Как бы это вот в лабквесте, например, там, где находится лаборатория, пункта приема анализов нет. Но есть хорошо развита логистическая сеть, курьерская, которая осуществляет выезды в наши процедурные кабинеты, и три раза в день мы оттуда забираем материал, который они собирают за это время. То есть это утренние курьеры, обеденные курьеры и вечерние курьеры. И вот за счет вот этого вы и получаете быстрые анализы. То есть курьер приезжает, забирает материалы, но он должен забирать материал в специальной упаковке, для транспортировки, некоторые холодовые цепи должны соблюдать, анализы какие-то в специальных средах. Все это подготавливается, ему выдается, он едет в лабораторию, и лаборатория, соответственно, уже делает анализы. Хорошо, это в Москве, а теперь в каждом крупном городе есть своя лаборатория? Не обязательно. Очень многие лаборатории, они существуют в формате именно вот региональных. То есть у кого-то есть свои лаборатории в регионе, и они, например, на этот регион забирают части, скажем так, анализов, которые не могут выдержать быструю транспортировку и которые являются стандартными. Например, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, гормоны, ну такие простые вещи. То есть, условно говоря, лаборатория Х, находясь в городе Краснодар, может воспользоваться услугами лаборатории У, которые не являются, по сути, не под одной маркой, а прямой конкурент, например. Нет, они под одной маркой, как правило, работают. С конкурентами никто не взаимодействует. Эх, вот еще не дошли мы до глобального рынка. То есть, понятно. Получается, дешевле логистику организовать. Ага, ну а хорошо, ну вот если нужен анализ какой-то действительно важный, там, не знаю, люмбальная пункция, спинномозговая жидкость, да, анализ, который требуется там доставить, все-таки, наверное, в центральную лабораторию, что самолетом повезут из Новосибирска, или там из Ухты. Что касается люмбальных пункций, их не довезут ни из Новосибирска, ни из Ухты до Москвы, даже если логистика будет в порядке, потому что там максимальное время от взятия материала до проведения анализа, если мы говорим о клинике, да, оно не должно превышать два часа, в противном случае у вас распадутся все клеточные элементы, и вы получите недостоверный анализ. Если, например, касается анализа на ПЦР или, например, посев, то тут еще как бы возможны варианты за счет сред, в котором это хранится. Ну и за счет правильной транспортировки, соблюдения требований. Это специальные термоконтейнеры, причем термоконтейнеры, они не всегда бывают охлаждающие. Они есть и подогревающие, да. До чего дошел прогресс. То есть желательно все-таки, чтобы в городе, в котором вы сдаете анализ, была лаборатория, которая сможет этот анализ проанализировать, скажем так. Ну это то, что касается живого материала, такого как ликвар, как мокрота, например, да, как там, ну посев мочи, это уже и так может появились там технологии, могут довести. Но вот такие вот, скажем так, больничные анализы не довезутся. А вот скажите, лаборатории, например, больница Московская, крупная больница, или Санкт-Петербург, или Новосибирск, большая больница. У больницы обычно есть свой лабораторный комплекс. Вопрос, а он нужен вообще на самом-то деле? То есть вот если мы говорим о том, что в городе есть крупные лаборатории, их несколько, может быть проще заключиться с какой-то лабораторией и с учетом хорошо выстроенной логистики не тратить деньги на покупку лабораторного оборудования, которое за углом, условно говоря, есть там, или там в трех кварталах, а заключить договор с какой-то коммерческой лабораторией, которая делала бы эти анализы? Как правило, коммерческие лаборатории, ну, на вот такие вот тесты, которых нельзя довести, заключают договор как раз вот с такими больницами, ну, которые вот местные. То есть наоборот все происходит? Но, если, например, ну, здесь ситуация, знаете, какая, анализы, они же все тоже делятся на определенные группы. Есть анализы, которые вы можете довести, а есть анализы, которые вы не можете довести. Если у вас речь, например, идет о том, что вам сделали гистологию, вам нужно следом провести иммуногистохимическое исследование, например, или ПЦР сделать, да, то для этого необязательно держать, как бы, вот свою лабораторию. Эти исследования можно отвести, потому что... Поэтому они не пропадут. Они не пропадут, да. Они, во-первых, не пропадут, во-вторых, это не те потоковые исследования, которые назначаются в больших количествах. Здесь варианты есть. Но общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимии ввести куда-то смысла никакого нет. Жело. Да, у нас, вот, например, есть предложение от регионов. Они говорят, мы вам будем привозить общий анализ крови. Зачем вам ввести к нам общий анализ крови 12 часов, когда вы можете спокойно сделать его у себя, получить достоверные результаты. И когда врач получит эти результаты, он не будет ломать голову о том, что вот этот вот результат мы получили, потому что эта пробирка к нам ехала в 12 часов, или потому что у пациента были реально какие-то проблемы. Ну, да, такая дилемма-дилемма, поэтому... Ну, здесь надо просто с умом подходить к этим вопросам. И какие-то вещи, безусловно, их можно довести, их удобно концентрировать в одном месте и делать в профильной лаборатории, когда у тебя сидит ряд специалистов, которые понимают, что делать с этим анализом, как его интерпретировать, как его правильно обработать. Вот та же самая иммуногистохимия. Да, ну, далеко не каждый врач понимает там онкологическую составляющую вот этого всего. Насколько глубоко надо в нее погрузиться. Насколько глубоко нужно в нее погрузиться, и многим требуется консультация. Ну, даже опытным людям требуется второе мнение другого врача, вот посоветоваться, спросить, вот как он к этому относится, чтобы выдать пациенту диагноз, который, ну, по идее, для него может быть приговором, а может быть спасением. Слушайте, я понял, какую важную вещь надо обсудить. Вообще сейчас, вот я только обсуждаю, и я вдруг понимаю, что мы должны проговорить обязательно. А вообще, кто такой и зачем нужен врач лабораторной диагностики? Вот иммуногистохимия, гистология, это подморфологи. Да. Да, они должны там что-то посмотреть, интерпретировать, написать там свои проценты содержания тех или иных рецепторов, белков и так далее. Тут я понимаю, а врач лабораторной диагностики вообще что делает? Он для чего нужен-то? Что он, ну, элитроциты посчитать лаборант может в крови или в моче, а соя там приборщина, ну, вообще, большинство параметров приборщина считает. Это вообще что за доктор такой? Что он лечит? На самом деле, это доктор, который лечит все. Потому что, безусловно, сейчас в лаборатории стоит огромное количество оборудования, самого разнообразного, которое реально может сделать вот все, что угодно. Но человек, врач лабораторной диагностики, вообще, на самом деле, профессия очень непростая. Потому что мало того, что ты должен быть врачом, который, во-первых, понимает, для чего ты это делаешь, как этим пользоваться. Этот человек должен уметь работать со всем тем сложным оборудованием, многомиллионным, которое стоит в этой лаборатории. Оборудование действительно, оно стоит космических денег, космических просто. И ты должен, во-первых, понимать, как оно работает, во-вторых, как за ним правильно ухаживать. И полученный тобой результат, это результат, потому что это патология у пациента, или это потому что у тебя есть какой-то сбой в этом оборудовании? Тут же тоже такой вопрос непростой. Ну да, ну то есть врач лабораторной диагностики некий контролер получается. Тот, кто контролирует работу приборов, то есть машинные факторы. Ну, например, я понимаю, что у нас в сети клиник ежедневно делаются сотни и тысячи анализов. И бывает история, когда вдруг раз доктора начинают прямо в чат и писать, что холестерин пополз. То есть у всех сдавших холестерин внезапно он выше шести. То есть не доработал врач лабораторной диагностики и не выявил вот этот косяк того, что что-то со системой, средой оценки холестерина случилось. Я правильно понимаю? Ну хорошо, если холестерин пополз. А если калий поехал? Тут вообще начинается паника во всей лаборатории. Это серьезно, это правда. Такое часто случается, что вот раскалибровываются приборы, или есть какая-то система проверок-поверок перед началом работы? Очень сложная система контроля качества в лаборатории. Как правило, этим занимается отдельный человек, специалист по контролю качества. И во многих лабораториях это не один человек, то есть это разные люди. Это разные люди. Один работает в клинико-диагностической лаборатории, занимается гормонами, биохимией. Один работает в ПЦР-лаборатории, там совершенно другая схема контроля качества. Один в бактериологической лаборатории. Но это человек, который вообще априори оценивает о том, как проходят все реакции в лаборатории, то есть насколько правильно работает оборудование, калибрует его каждый день перед запуском, снимает с него основные точки, засылает контрольные материалы. На самом деле сейчас существует большое количество систем контроля качества, и то, насколько лаборатория полно принимает участие в этих системах контроля качества, это говорит о том, насколько серьезно лаборатория относится к своим исследованиям. А для лаборатории есть что-то вроде ISO или GCI, каких-то стандартов международных, которые позволяют сказать, что данная лаборатория соответствует международному стандарту качества работы с биологическими материалами, и ее можно как эталонную использовать? Есть. Есть ISO 15189, это специальный ISO для работы клинической лаборатории, есть еще отдельный ISO для работы испытательных, научных лабораторий, но это вот именно для работ клинических лабораторий. И оно есть двух видов, есть российский стандарт, соответственно, и можно аккредитоваться в международном стандарте. Раз в год мы подтверждаем свою аккредитацию. Здорово, что хоть в чем-то в России наступает эпоха качества, потому что обычно мы же говорим всегда о том, что с качеством, особенно с его контролем, есть большие проблемы. Но, по сути, проведение анализов является высокотехнологичным производством. То есть, это роботы, уже давно... Не знаю, остались вот эти лаборанты, которые сидят в микроскопе, считают... Они всегда будут, эти лаборанты, потому что тот же самый общий анализ крови, если он прошел через прибор, и мы видим, что есть какой-то сдвиг, мы всегда пересматриваем глазками, пересчитываем. Всегда за этим следит врач. Вот интересно, есть ли в этом смысл? Я вот сейчас пытаюсь придумать. Ну, вот мы, например, знаем, что современный искусственный интеллект может уже оценивать рентгеновские снимки, снимки КТ и МРТ. Насколько эффективен вопрос номер два. Ну, вот даже если мы понимаем, что есть какой-то косяк, мы же можем, например, лаборант условно подготовил стекло, положил его в электронный микроскоп, тот сфотографировал и машинно посчитал количество эритроцитов. Это же тоже возможная конструкция. Ну, эта конструкция возможная, но здесь идет в первую очередь речь об исключении онкологических процессов. То есть, машины пока не могут заменить врачей в эту ситуацию? Нет. Что у нас получается? У нас получается, что врач – это контролер, который занимается не только проверкой машин, но и перепроверкой за машинами. То есть, он выполняет некую двойную функцию. То есть, врач лабораторной диагностики крайне важен, но диагнозы он не ставит, тем не менее. И мы даже зачастую не видим присутствия врача лабораторной диагностики, кроме подписи в результатах анализов. Здорово. То есть, мне кажется, это очень интересно, потому что не все, мне кажется, понимают, чем занимается врач лабораторной диагностики. Это такая некая специальность. Я, честно говоря, ни разу не видел в жизни человека, который бы, вот я отучившись в медицинском институте, в ординатуре, в аспирантуре, потом работаю, я не видел человека, который бы сказал, Слушай, всю жизнь хотел бы быть врачом лабораторной диагностики, хирургом, эндокринологом, гинекологом даже. Не вопрос. Врачом лабораторной диагностики это какая-то такая скрытая специальность. Но, видимо, это для тех, кто любит медицину, не любит людей. Я так подозреваю. Да, так и есть. Такая классная специальность. Хорошо. Вопрос такой. Нормы анализов. В принципе, кто определяет нормы? Не так давно, еще пару-тройку лет назад, были войны большие между врачами-клиницистами и крупными лабораториями российскими за нормы анализов. То есть, не всегда и не всем, очевидно, врачам-клиницистам, по какому критерию лаборатория устанавливает нормы. Потому что есть международные нормы, есть какие-то старые советские нормы. Ну, например, мы знаем ферритин. Ферритин в России, по-моему, до 30 считается нормой, а во всем мире там до 70 и выше. Поэтому у нас, когда вроде ферритин 20, все считают, что все хорошо, а во всем мире это уже повод для лечения. То есть, вот такие вещи, они каким образом регламентируются? Каждая лаборатория сама себе устанавливает? Или есть некая ассоциация, которая говорит, вот в России все лаборатории будут работать вот так? Здесь есть, как бы, три позиции. Как это определяется? Первая позиция — это инструкция к набору реагентов, на котором работает лаборатория. То есть, производитель выпустил набор реагентов, адаптировал его под определенное оборудование, и он говорит, что на этом наборе реагентов нормы такие-то. Это первый вариант, он самый простой. Второй вариант — берутся региональные нормы, именно региональные, и устанавливаются эти региональные нормы, как бы, по умолчанию на, соответственно, эти анализы. И третий вариант — есть ассоциации, которые разработали нормы, но опять эти нормы для данного региона. То есть, как, значит, они их установили? У них была контрольная группа людей с той или иной патологией и без патологии. И вот они провели исследование и выбрали, что вот от этого референсного интервала до этого это будет являться нормой, а выше этого — патология. Вот три таких подхода. То есть, получается, что в разных регионах может быть разный референс, разная норма. Окей, да, в одном регионе больше йода, в другом меньше йода. Это, видимо, определяется какими-то особенностями внешней среды, я так подозреваю. Но еще есть, например, на тот же холестерин особенности питания. Особенность питания. Ну да, в Калмыкии, условно говоря, и в Краснодарском крае будут немного разные, несмотря на географическую относительную близость, будет немного разная норма по питанию, по потреблению мяса, например. Здесь даже не об этом идет речь. Дело в том, что оборудование, которое сейчас все стоит в лабораториях, которое как раз определяет вот эти основные биохимические показатели, оно, как правило, не российского производства. То есть, это Европа, это Америка, а, понятно, Корея, да, сейчас, кстати, очень, Китай. Вот у нас сейчас китайское оборудование стоит в очень большом количестве государственных учреждений. И как вот китайское оборудование на советских людей-то работает? Оборудование работает неплохо, но вот вариант норм. А, то есть, могут отличаться нормы? Ну, понятно, что в Китае и в России на какие-то исследования, да, могут быть отличаться. А мы знаем, на какие исследования эти нормы отличаются? То есть, это же важно. Ну, вот, например, существует понятие фармакогенетики. Я сейчас говорю не про лабораторию, а про ромкологию. Мы знаем, что, например, у чернокожего населения там меньше срасток к ингибиторам АПФ, там только один им подходит, у них могут не проявляться антиагрегантные свойства аспирина. То есть, вот, какие-то вещи для них совершенно не релевантны, скажем так. С другой стороны, мы и про анализы знаем, про некоторые. Например, BRCA, да, брисканцер антиген 1.2. Мы знаем, что они валидизированы были долгое время только для малых групп. То есть, мы знали, что евреи и ашкенази, и ирландцы, по-моему, или исландцы, на ком это было исследовано. Сейчас, не знаю, возможно, уже это валидизировали и для всех остальных, но тогда это было очень важным моментом, что ты можешь определять себе Берсей, но не знаешь, что с ним делать, потому что не факт, что у данной конкретной народности это будет какой-то патологии, при патологии у тех же евреев и ашкенази. С Берсеей вообще грустная тема, потому что, ну, как пример просто расскажу, я работала в институте эпидемиологии, и мы в свое время пробовали запустить работу с американской компанией Meriogenetics, которая является, в принципе, таким мировым лидером в генетике. И в том числе у них были очень серьезные работы по Берсеей. Но, как выяснилось, все их нормы были сделаны на американском, собственно говоря, населении. И в применении к российской популяции оказалось, что непонятно, как интерпретировать полученные результаты. Ну вот, меня в свое время дико удивляла вот эта конструкция, которую наше любимое правительство, которое живет на другой планете, да, по фирме Кинзадзе, вводило для населения, как великое благо. Когда мы у метро всем определяли Берсеей, для чего мы это делали, что мы этим хотели добиться, я не знаю. Потому что мы знаем, что этот анализ не оценивается вообще в отдельности от клинической картины. Наверное, про это тоже надо сказать, что есть анализы, которые имеют собственный смысл. И есть анализы, которые только в рамках клинической картины имеют смысл. Есть базовый принцип. Клиника Прима, лаборатория, секунда. То есть, сначала клиническая картина, потом лабораторная диагностика. Насколько он сейчас вообще соблюдается в стране? Или с такой доступностью любой человек может прийти, сдать любые анализы, как, я думаю, многие делают, да. И дальше прийти к доктору, который сломает себе всю голову, как эти анализы интерпретировать. Именно так сейчас это и работает. Ну и плюс появилось много тестов. Например, там вот тот же самый любимый дисбактериоз. Ладно, с ним там долгое время воевали, думали вообще. Про дисбактериоз. Ну, это наша российская тема. Дисбактериоз, это вот мы с этим живем, да. Или как появляется новый метод, более расширенный вариант дисбактериоза. Дисбактериоз, давай. Дисбактериоз наносит ответственный удар. Да, да, да. Что с этим делать, не знаю. Ну, вот кто-то ходит к врачам, говорит, что вот мне тут прибиотики назначают, витаминки назначают. И вот я прям себя чувствую хорошо. Ну, главное, это вот человек, наверное, вот это наше эмоциональное спокойствие о том, что я вот что-то сделал, я вот о себе позаботился. Ну, это, с другой стороны, с одной стороны, понятно, с другой стороны, самая большая проблема, что, зачастую, к сожалению, врачи не могут интерпретировать те анализы, которые люди сдали. Ну, самый такой яркий, наверное, пример, это онкомаркеры, да, или онкомаркеры, как их люди называют. Хотя, по-моему, они онкомаркеры все-таки, да, онкомаркеры. Одно время, когда появилось такое понятие в русском языке, как онкомаркеры или онкомаркеры, народ ломанулся, как просто мамонты от ледникового периода, сдавать онкомаркеры, чтобы определить, есть у них рак. Да, и пока удалось донести, что онкомаркеры сами по себе не имеют никакого творческого смысла до населения, да и до врачей, до многих, мне кажется, что это вообще был самый популярный анализ в лабораториях. И тут мы, кстати, переходим еще к нам важному вопросу, вопрос этики лабораторных исследований, да, насколько этично проводить исследования без рекомендации врача. Вот это такой момент, сейчас же в лабораторию может обратиться любой человек и сказать, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это. Например, в Швеции я как-то был несколько лет назад, там ты не можешь прийти в лабораторию, если у тебя нет от врача бумажки, в которой написано, что тебе нужно сдать. Потому что там ассоциация вот этой лабораторной диагностики очень четко понимает, что самостоятельная сдача анализов неэффективна с точки зрения медицинской именно. Потому что даже там, я не знаю, если человек пошел, сдал анализ, у него гемоглобин 100, к примеру, да, то есть это низкий гемоглобин, это еще не значит, что у него там какая-то смертельная анемия, может у него это там какое-то, не знаю, сезонное падение. Условно говоря, я сейчас утрирую, конечно, но по факту. И то же самое, что поскольку нормы и референсы немножко разные, возникают проблемы, связанные с интерпретацией тех анализов, которые вот приходят пациенту на почту. И недавно тоже в Фейсбуке были адские баталии, еще там пару лет назад, на тему одной из лабораторий, которая красным цветом красит все, что выходит за пределы нормы, причем неважно вниз или вверх. И причем неважно на сколько, даже если на полпроцента, то уже покрашено, и дальше у доктора на приеме возникает паника, потому что приходят пациенты, говорят, у меня мама, помогите, у меня вот в анализе, там, не знаю, АЛТ-27, а-а-а, помогите, да, я умираю от печеночной недостаточности. И доктору приходится там тратить кучу времени на то, чтобы объяснить, что просто так вот машинка покрасила, ничего это не значит, что у вас патологии нет. У меня у самого есть там знакомые, родственники, которые каждый раз, сдавая какой-нибудь анализ крови, начинают мне в ужасе звонить и говорить, там, у нас на 3% повышены нейтрофилы или там, не знаю, билирубин на 0,1 увеличен. И людям, не медицинским, очень сложно бывает объяснить, что вот этот вот выход за референс, на самом деле, он не критичен, может быть, совершенно, что для некоторых анализов выход за, там, 10 норм является критичным. Да, там, он участвует всем знаменитый Додимер, там, все в панике бегают, сдает Додимер, а мы не знаем, что с ним делать, потому что, ну, 4 тысячи у тебя Додимер, дальше-то что, как бы, если тебя вредом ничего не беспокоит. И мы говорим о том, что если мы всем подряд сдадим Додимер, то, может быть, мы поймаем, что у него, на самом деле, и выше норма должна быть, потому что в популяции бывают люди с высоким Додимером, которые всю жизнь с ним живут. И вот тут вопрос, собственно, к чему я веду. Стоит ли вообще вводить нормы для населения, то есть показывать населению, где норма, или оставить это вообще на откуп доктору, чтобы доктор сам разбирался, есть тут патологии или нет? И надо ли разрешать людям сдавать анализы самостоятельно? Ну, с тем количеством процедурных кабинетов, которые у нас на сегодняшний момент открыты, ну, навряд ли уже эта тема, она как бы идет, да? Бизнес есть, он развит, и тут вот другой этический вопрос возникает. Нет, ну, первичная все-таки этика открытия этих кабинетов была, она была не очень этичная получается конструкция, то есть она изначально людей разбаловала. Ну, так же, как в свое время мы разбаловали людей с МРТ и с КТ, например, да? У каждого человека может пойти сделать МРТ, потом он ко мне как к неврологу приходит, я смотрю на это МРТ и говорю, ну, и что? Он говорит, доктор, у меня киста! Я говорю, ну, здорово, вы от этой кисты-то точно не умрете. Вы с ней родились, с ней умрете, потом, я не знаю, это инсульта в 96 лет, но киста никак не повредит вам. Здесь же такая же история. Здесь, да, история такая же, но мне кажется, закрыть все это уже невозможно. Либо есть еще вариант, у нас действительно появятся какие-то стандарты страховые, соответственно, и все услуги будут оказываться тогда в рамках страховых стандартов, как это сейчас. В любом случае, а захочелось дать отдельно сам себе что-то там посмотреть, приди заплатить денежку. Да, причем в Европе же можно прийти заплатить денежку, но там размер денежки будет очень сильно отличаться. Мне кажется, что многие проблемы в медицине, это ее чрезмертная доступность. То есть, там, где ты в США должен два дня провести только в очереди, просто сидев, придя в аутпейшн-центр какой-то, потому что там пока все калечные пройдут, у тебя уже все пройдет, условно говоря. Также, там тоже нельзя просто прийти и сдать анализ. Можно, но это очень дорого. Может быть, это тоже вариант выхода из-за этического момента, что если ты вот прям захотел, ну, окей, заплати X3, и тогда получишь тот анализ, который хочешь. Но тогда не приходи к ним с доктором, не говори, а-а-а, у меня здесь что-то случилось. С другой стороны, с другой стороны, гормоны щитовидной железы, к примеру, мы про них будем отдельно говорить, ну, вот повышенный человек пошел, сдал сдуру, а у него повышен гормон щитовидной железы. Он вроде и клинические проявления не замечал, или сахара, например, больше 7, 8, 9, ничего нету, а повод уже как бы к эндокринологу обратиться. Как правильно. Ну, а с другой стороны, пусть обратится, потому что, может быть, из-за этим мы что-то не видим. Согласен. А с другой стороны, может быть, эндокринолог, увидев этого человека, скажет, что-то найдет. Тут вот за врача принимать решение... Мне кажется, это сложно решаемая дилемма, она сложно решаемая еще и почему. Но, с одной стороны, вы правы. Может быть, он что-то, вот там, сдавая случайно, там, раз в году анализ, общий анализ крови, биохимию, там, анализ мочи, не знаю, гормоны те и иные, с сахара натощак, он поймает какую-то патологию, которую надо будет потом принести к доктору, доктор ее правильно интерпретирует, и либо вылечит, либо начнет лечить, либо поможет каким-то образом. Здорово. Тут я прям согласен. Есть обратная сторона этой медали. Представьте, что человек с достаточно высоким уровнем тревожности сдает общий анализ крови и находит там некое повышение, которое клинической значимости, естественно, никакой не имеет, но в его голове-то он болен. То есть, мы таким образом создаем неких, сами себе пациентов, ну, по сути. Да, потому что они болеют не потому, что они болеют, а потому, что они сдали анализ. Вот это очень интересно. Некоторые доктора тоже очень своеобразно к этому относятся. То есть, есть же вот эта вот история, что мы анализы лечим или не лечим. Да, и как доктору быть, то есть ситуация, когда пациент, вроде, здоров, а анализ у него, блин, нехороший. Сой, 50. А он, живчик, бегает, спортом занимается. Ну, таким пациентам можно рекомендовать только наблюдение, что может доктор с этим сделать. Это было бы хорошо. Я вот все-таки приведу пример. Не хотел приводить конкретных примеров, но все-таки приведу. Некоторые доктора в России очень любят педиатры анализы перед вакцинацией, что во всем мире считается не только дурным тоном, но и врачебной ошибкой. Потому что давать анализы перед вакцинацией не только не нужно, но и небезопасно. Почему? У ребенка нашли доброкачественную младенческую нейтропению. Во-первых, он тут же получил медотвод от вакцинации. Непонятно, зачем он должен быть вакцинирован первым. Но наш доктор, у него же мало нейтрофилов, у вас не выводится иммунитет. А-а-а! Отвод от вакцинации. А вторым моментом мы начинаем каким-то непостижимым образом, да, с упорством достойного лучшего применения, лечить доброкачественную нейтропению младенческую. Как с этим бороться вообще? Есть способы? Ну, например, способ предлагаю. Лаборатория не выдает пациенту анализы, которые, очевидно, являются вариантом нормы, а посылает их его участковому доктору в поликлинику. Ну, к примеру. Ну, между прочим, сейчас вот по поводу участкового доктора в поликлинику. Я не знаю, получится это продолжение или нет, но я считаю вот огромным достижением за вот эпоху ковида, то, что лаборатории стали отправлять анализы, которые они делают на ковид, в карту пациентов ЕМИАС. Вот это такая интересная тема, ну, и в плане того, что, может быть, это бы имело бы смысл делать вообще по всем анализам, потому что здесь получается как бы такая тема. Двойной контроль. Во-первых, пациенту удобно, у него в одном месте собраны все его результаты. У нас есть все бумажки, единая система, первый момент. А второй момент, ну, это опять вот, возможно, государство возьмет на себя роль, вот оно же сейчас взяло на себя роль, Роспотребнадзор, слежение за лабораториями и выявление тех лабораторий, скажем так, которые хорошо работают, потому что на сегодняшний момент ковид самостоятельно выдать положительный результат имеют право только те лаборатории, у которых подтверждается не менее 85% результатов. Может быть, это и неплохо было бы. То есть наше государство наконец-то решило взять под контроль такую важную, нужную тему, как лабораторная диагностика? Ну, в принципе, лабораторная диагностика всегда была под контролем, но на сегодняшний момент под этот контроль попадают социально значимые инфекции все. И особо опасные. ВИЧ всегда был под контролем, собственно говоря, все лаборатории по нему отчитываются, и все положительные результаты подтверждаются. Гепатиты были всегда под контролем, по ним подается отчет. И большинство респираторных инфекций тоже находятся под контролем. Точно так же, когда вот была первая, ну, скажем так, несколько лет назад, от свиного гриппа, эпидемия свиного гриппа, там, правда, не было такого ажиотажа, но, тем не менее, все результаты отправлялись в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор контролировал работу лаборатории. Круто. Ну, уж коли мы плавно передвинулись к вопросам эпидемий, я думаю, что мы не можем в первой программе не затронуть нашу нынешнюю пандемию, которая, в принципе, пока еще не эпидемия. Эпидемия – это 5% населения, у нас пока вроде 5% не пострадало, но, тем не менее, пандемия есть пандемия, то есть болеет население всех стран фактически мира, ну, подавляющее большинство. И, наверное, самым таким модным вопросом последних 5-6 месяцев стал вопрос, ты антитела сдал? Сдавал антитела? У тебя какой, упал уровень, не упал? Мне кажется, что, честно скажу, что ковид вообще как проблема, SARS-CoV-2, коронавирус новый 2019 года, вообще был придуман лабораторными диагностями. То есть, это вот китайские лабораторные диагностики решили поддержать мировую индустрию лабораторной диагностики и выпустили этот вирус, потому что больше, чем лаборатории, на этой истории не заработал никто, мне кажется, но только производители масок, они могут конкурировать. И перчаток. И перчаток, да. Но перчаток сейчас уже в меньшей степени люди приноровились, а маски тоже боли меня. А вот лабораторная диагностика не ослабевает спрос. Я думаю, что спрос сейчас вообще катастрофичный. То есть, такого спроса, наверное, не было за всю историю российской лабораторной диагностики, на лабораторные услуги, потому что, условно говоря, для некоторых выйти на работу, сдай ПЦР. Хочешь за границу, сдай ПЦР-антитела. Хочешь, не хочешь прививаться, сдай антитела. И так далее, и тому подобное. Насколько действительно влияет вот эта вот история с коронавирусом на лаборатории? Потому что поначалу говорили, что вот лаборатории тоже пострадают, потому что люди не будут ходить, но люди ходят толпами. Я последний раз, мне надо было улететь с границы, я пришел сдавать ПЦР. Я был шестой в очереди, все сдавали ПЦР. Но это же не лаборатория придумали, что сдай ПЦР, чтобы улететь с границы. Ну, я думаю, что лаборатория могу это пролоббировать, например. Что им могло помешать в этой зоне? Ну, тут маловероятно, что это лабировали лаборатории. Но ситуация приятная для лаборатории. А что касается в общем ситуации, то в начале эпидемии она складывалась достаточно непросто. Из-за того, что возникла изоляция, люди перестали ходить в лаборатории, перестали сдавать анализы, потому что как бы у них не было возможности обратиться за медицинской помощью, куда-то выйти, соответственно, и даже прийти на прием к терапевту тогда был проблемой. Поэтому, что касается таких базовых анализов, стандартных лабораторий, они очень сильно просели. И вот это вот, скажем так, проседание мы видели где-то до октября прошлого года. Потом поток начал постепенно возвращаться, народ начал. Ну, как бы открылись больницы, стали возможны госпитализации, посещение врачей. Народ стал возвращаться. Потом, как бы, эта волна стала еще большей, потому что за тот период изоляции большинство пожилых людей, они не могли все это время обращаться за медицинской помощью, да, и вот прям вот мы верили, что по потоку идет вот эта вот волна всех тех, кто оказался недообследован и недоосмотрен. То есть люди боялись идти в поликлиники, куда они обычно ходили сдавать анализы, И пришли в лабораторию рядом с домом, вроде там компактно, маленько, один-два человека и лиц заражения меньше. Да, да, поэтому вот пошли назад. Что касается антител, в принципе, то ситуация носит, ну, с моей точки зрения, нездоровый характер. Потому что все от лаборатории ждут чуда. То есть они думают, они сейчас придут в лабораторию. Лаборатория им сделает антитела и сразу там в конце даст заключение. У вас защитный титр антител, прививку не делаем. Или у вас защитный титр антител, прививку делаем через полгода. И вот все ждут от лаборатории, что вот она им там в конце прям вот напишет, что же им делать дальше с этими результатами. Лаборатория это не трогает, к сожалению. Да, или, например, я сдал антитела, я вот болел ковидом, я вот чувствую, а у меня нет антител. Как же так? Что же делать? Теперь новая тема. Я прошел вакцинацию, у меня должны быть антитела, а их нет. Что же делать? Вакцинация, вот эта вот история с антителами к S-белку, к брутеинному комплексу, я так понимаю. Она же не сразу стала понятна. То есть поначалу люди не сдавали просто анализов, которые вообще были неэффективны в этой ситуации. И только потом им уже сказали, какой правильный анализ сдавать. Тоже вопрос к лабораториям на самом деле, что сразу не подготовились. Надо было с Чумаковским, сходом Гамалея разрабатывал спутник. Надо было сразу определиться. Давайте все-таки тогда объясним нашим зрителям, в какой период лучше сдавать антитела, какие А, Г, М и почему именно так. Если мы говорим про коронавирус. Но по поводу антител надо четко понимать, что антитела не используются для диагностики коронавируса. То есть антитела начинают нарабатываться уже после того, как вы заболели. Соответственно, если мы определяем ПЦР, делаем мазок или делаем тест на антиген, то здесь мы четко можем сказать, что вы на сегодняшний момент являетесь носителем именно вируса, коронавируса. И дальше, соответственно, уже разбираться с этим человеком. Первый момент, для чего мы это делаем. Мы это делаем не потому, что мы его... Ну, так получается на сегодняшний момент. Не потому, что мы его лечить собираемся. А потому, что нам нужно понимать, насколько человек в данный момент может быть опасен для окружающих. Тут понятно. Да, то есть это больше делается с целью его изоляции. Мы коронавирус не лечим. Мы лечим, собственно говоря, человека. Если у тебя нет клинических проявлений коронавируса, ты себя прекрасно чувствуешь, и таких людей много, то смысл ему давать антибиотики, противовирусные препараты и все остальное. То есть здесь все-таки должен быть здравый врачебный подход, и лечить надо болезни, а не... Вот в данном случае не анализ. Это по классике. А что делать, если, например, через три недели после болезни, очевидно, закончишься, иммуноглобулины М высокие, а G нету? Такое у многих людей еще бывает. Дефект тест-систем? Ну, здесь тоже надо понимать, какие смотрели иммуноглобулины G. Значит, вот что касается производителей тест-систем. Очень большое количество на рынке иностранной продукции. Понятно. Да, то есть надо понимать. И она была адаптирована под те условия, которые были первично, под те задачи, которые стояли в первую очередь у них для диагностики. Понятно. Почему у нас так получается, что многие там иго-джи отрицательные? Потому что смотрят иго-джи к N-белку. Это вот нейтрализующий белок. Но тут есть особенности вот действительно иммунитета разных людей. То есть если, например, к S-шипу может быть иго-джи появляются, как правило, они появляются у всех переболевших, независимо от того, легко они или тяжело переболели, то к N-белку есть определенные особенности. То есть, во-первых, эти нейтрализующие антитела, ну вот как показывает публикация, выше у мужчин, чем у женщин, если брать вот по поводу концентрации. Второй момент. Они не вечные. То есть они исчезают. Они все-таки будут уходить. Просто первично не было достаточно данных временных, чтобы говорить об этом. А сейчас, когда уже появляются первые данные, есть возможность динамики наблюдать за людьми, видно, что антитела к N-белку иго-джи достаточно быстро исчезают. Вот. Их не бывает в дикой концентрации, а то просто начинают сравнивать, а у меня там было 700, а здесь вот два, что же с этим делать. Их не бывает в высокой концентрации. Тест-систем, которые определяют отдельно N-белок, их достаточно немного. То есть это вот ЭБОТ, например, смотрит отдельно N-белок. Вот. Большинство тестов, в том числе вот китайские, Миндрей, то, что сейчас стоит на базе всех поликлиник и больниц практически, они определяют совокупность белков. Они смотрят и белки КЭС-шипу, и N, то есть вот все вместе. И не уточняют. Они смотрят комплексно, да. У них очень высокая чувствительность, очень высокая выявляемость антител, но получается, что специфичность этого выявления, она меньше. Потому что, да, они показывают, что был контакт, но не показывают, выработались ли у вас вот эти самые главные нейтрализующие антитела, которые говорят о том, что у вас сложился иммунитет. Устойчивый? Ну как, неустойчивый. Он, скажем так, иммунитет, которого вот сейчас, я просмотрела по публикациям, которого вам должно хватить на 5-7 месяцев. Понятно. Не на всю жизнь. Наверное, последний вопрос на сегодня, потому что мы такую большую тему достаточно сегодня обсудили. ПЦР. Кругом-бегом нас давали уже несколько десятков миллионов ПЦРок, и чувствительность-то у них тоже невелика. Да, мы в свое время говорили 40%, сейчас, может, чуть повыше, все понятно, зависит от этой системы. И зачастую у человека, вот он явно болеет, у него пропало обоняние, он кашляет, у него температура, у него там сатурация падает, а ПЦР отрицательный. Чем обусловлены вот эти вот отрицательные, ложно-отрицательные или ложноположительные результаты ПЦР, с учетом того, что вроде технология сама по себе, она уже так отработана должна быть неплохо? Здесь есть нюансы в плане технологий. ПЦР сейчас все практически ставят, это ПЦР в режиме реального времени. Но в зависимости от внутренних методик тоже есть нюансы. Есть экспресс-методы диагностики, вот чемоданчики, про которые все говорят. Метод неплохой на самом деле, но надо понимать, что он не рассчитан на то, что с ним будут диагностироваться пациенты, у которых есть реальные проблемы. Задача чемоданчиков стоять, например, в аэропорту и отбирать тех пациентов, у которых высокая вирусная нагрузка. То есть чувствительность этого теста 10 четвертой степени, то есть 10 тысяч копий на миллилитр. Если мы берем обычный стандартный классический ПЦР в режиме реального времени, чувствительность у всех заявленных, ну у всех производителей тест-систем, как правило, это тысяча копий на миллилитр. Сейчас еще появились быстрые методы. Это ПЦР-реал-тайм-ламп. Соответственно, там просто своя методика детекции по зондам. Это быстрый метод в плане того, что амплификация здесь занимает порядка 40 минут. И весь цикл в лаборатории можно сделать за 2 часа. Ну, то есть полностью. От начала до конца это занимает 2 часа. Но здесь очень многое зависит от того, насколько опытен производитель данного теста. Здесь надо ориентироваться на то, насколько производитель давно находится на рынке, какой у него опыт в разработке данных тестов и работы в том числе с инфекционными болезнями. Сейчас же... Анна Томановна, сразу вопрос. Давайте вот так прям. Я понимаю, что об этом можно говорить часами. У нас надо уже загругляться. Поэтому я такой вопрос задам сразу. Вообще ПЦР сейчас имеет смысл? Массовая ПЦР или нет? На коронавирус. На самом деле сейчас имеет смысл. Связано это с тем, что как-то вот сейчас об этом не очень сильно говорят у нас в России. Но кричат по всему миру. Это появление новых штаммов вируса. Это африканский, южноафриканский, британский. Да, вот свои вот эти типы, которые характеризуются очень быстрым распространением. У нас как-то сейчас вот появилась вакцинация, и все об этом замолчали. Но людей-то меньше болеть на самом деле не стало. Просто стали... Люди не очень хотят прививаться. Да, не очень хотят прививаться. Но тем не менее распространенность этих штаммов даже на территории России достаточно высока. Спасибо вам огромное. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Анна Петровна Сафонова, директор по продуктовой политике лаборатории LabQuest. А мы обязательно продолжим. Смотрите нас в эфире. Спасибо. 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 Спасибо.